МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На самом деле, пост месяц Рамадана является одним из основных столпов Ислама. Пегамир Мусульман в хадисе сказал, что Ислам строится, либо же держится на пяти столпах. Это свидетельство о том, что нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха. И Мухаммад, саласалям, его раб и посланник. Кереми, вещахадед. Второе – это намаз. Третье – это ураза в месяц Рамадана. Это зекят и это хадж. На этих пяти столпах держится Ислам, имеется в виду основные виды поклонения, именно заключается в этих пяти видах поклонения. И, как мы видим, одним из них является пост месяц Рамадан. Пост у него есть как языковое значение, так же и значение в понимании Ислама, в понимании шариата. Что же касается языкового значения, это удержание. То есть удержать себя от чего-либо. Это называется пост. Что же касается поста в понимании Ислама, в понимании шариата, означает удержать себя от еды, от питья, от совокупления с супругой, с момента рассвета до заката солнца. Это определение в Исламе означает пост. Для чего необходимо поститься? Почему пост является обязательным? Об этом Аллах, Субхану Ва Тааля, в Коране говорит. Аллах говорит, «Я юга лазина аману, кутиба алейкум уссияму, кама кутиба аля лазина мин кабликум, лаалакум таттакун». Аллах, Субхану Ва Тааля, говорит, «О те, которые уверовали, вам предписан пост, так же, как он был предписан тем, которые жили до вас». То есть, народы, которые жили до Мухаммада, до нашего поколения, имеется в виду, до поколения Мухаммада, до пророчества Мухаммада, также постились. Иисус, Алейхиссалям, тоже постился. Моисей, Авраам, Ибрахим, Алейхиссалям, они все постились. И Аллах говорит, «Возможно, лаалакум таттакун, возможно, вы будете богобоязнены». То есть, пост помогает человеку заслужить довольство Всевышнего и стать более богобоязненным. И поэтому пост является фардом, является обязательным для каждого мусульманина и каждой мусульманки. Я сейчас зрителям напомню, что работаем в прямом эфире, поэтому телефоны сейчас будут указаны на экране. Звоните, задавайте ваши вопросы. Сырмаладжа, почему нужно поститься именно в месяц Рамадан? Об этом Аллах, Субхану Ва Тааля, говорит в Куране. Всевышний Аллах, Субхану Ва Тааля, говорит в Куране. Месяц Рамадан, в который Аллах не спослал Куран, который является руководством для верующих и пояснением для этого руководства и различия. То есть, Куран является руководством для жизни мусульманина. Является его законом на этой жизни, законом от Всевышнего. И Аллах, Субхану Ва Тааля, избрал неспослание Курана именно в месяц Рамадан. Потому что месяц Рамадан у него очень много достоинств. Об этом месяце очень много говорится в Куране, очень много говорится в хадисах. И Аллах в этом аяте говорит, «Тот, кто из вас увидит месяц, то пусть постится». То есть, Всевышний Аллах повелел поститься в месяц Рамадан. Тот, кто увидит новолуние, с этого момента начинает поститься. С какого года, с приходом ислама, пост стал обязательным? Раньше знаем, что пост не был обязательным. Пост во времена пророка Мухаммада, Сусалям, был поэтапно. Некоторые обряды поклонения, они приходили поэтапно. Есть различные версии, в каком году был предписан пост. Одна из версий, что на второй год после переселения пророка Мухаммада, Сусалям, пост стал обязательным для мусульман. До этого пост также был для них обязательным. Но не весь месяц Рамадана. А такие дни, как день Ашоура, эти дни были обязательными. Но после этого, после того, как Рамадан стал обязательным, все остальное стало на фоне Рамадана желательным, но не обязательно. А для кого сейчас пост является обязательным? Кто должен поститься? И с какого возраста? Как у любого вида поклонения, существуют условия, для кого он является обязательным. В первую очередь, пост является обязательным для человека, который является с травмом разума, не является сумасшедшим, является мусульманином и является достигшим совершеннолетия. Пост является обязательным как для мужчины, так и для женщины, которые достигли совершеннолетия. и является желательным для детей, которые достигли возраста семи лет. Пегамер Мусуль Мухаммад, он сказал, повелевайте вашим детям совершать молитву с семи лет. То есть для того, чтобы они привыкали, потому что в семь лет, это когда уже ребенок начинает много что осознавать. То есть он совершает действия осознанно. И пророк Мухаммад сказал, повелевайте им, побуждайте их, повелевайте им, совершать молитву с семи лет. Семи лет для того, чтобы их приучить. Сюда относятся все обряды поклонения, которые есть в исламе. Ношение хиджаба, постмесяц Рамадан, закат, что бы ни был, ребенок, ребенка, если он уже достиг этого возраста, желательно приучаться этого возраста. Для него не является обязательным, но является желательным. И мужчина, и женщина, которые достигли совершеннолетия, для них является пост обязательным. За исключением, в том случае, если они в состоянии физически поститься. Исключением является из поста это люди, которые находятся в пути, и люди больны, которые не в состоянии поститься. Аллах, Субхану Тааля, говорит в Коране, «Фаман кана минкум марилан ау аля сафарин фаиддату мин айя минухар». Тот, кто из вас является путником, либо является больным, то пусть постится в другие дни, то есть возмещает дни поста. Например, человек вышел в путь, он является путником. А есть ли правила, на какое расстояние? Потому что, если брать раньше, когда эти были предписания, люди там на животных передвигались, не было транспорта, самолетов, сейчас люди за час, за два могут перелететь на другой континент, поэтому расстояние тоже разное бывает. На самом деле, относительно расстояния в школах исламского права, в различных масхабах, мы знаем, есть различные мнения, на какое расстояние человек становится путником. Одно более из распространенных, это 80-90 километров. Если брать это основное мнение, то человек, который передвигается на расстоянии, вышел из своего дома, и куда он прибудет, превышает этот, либо же начинается с 80 километров, то он является путником. Хотя Всевышний Аллах, Субхану Тааля, в Куране указал на следующее, о том, что Аллах говорит, فَمَنْ ضَرَبَ مِنْكُمْ فَمَنْ ضَرَبَ فِي الْأَرْدِ То есть тот, кто вышел в путь, Аллах не обозначил определенный километраж, либо же время, за которое оно преодолеется. И поэтому, если в народе, в обычаях у людей принято, что человек выходит на вот это расстояние, и он является путником, а на меньшее он не является путником, тогда возвращается к обычаям людей. И поэтому, если даже человек, например, вылетает отсюда на самолете и за час добирается, например, другой страны, он является путником. Не важно, за какой период он преодолевает это расстояние. Пост для него является необязательным. Именно в это время, когда он является путником. Но он должен возместить тогда, когда он вернется домой. Если это, например, он вернулся после Рамадана, либо же после Рамадана он должен возместить, если он переехал, например, в той стране живет, либо же у себя дома, то после Рамадана тут же желательно возместить те дни, которые он был в пути. День за день. День за день. Если человек находится, если человек болен, то болезнь делится на две категории. Болезнь, которая излечима и болезнь, которая неизлечима. Если человек болен болезнью, которая излечима, например, человек знает, что, инша Аллах, через 2-3 дня или через неделю я выздоровлю, то этот человек также возмещает после окончания месяца Рамадана. Возмещает те дни, которые он пропустил, которые он не постелил. Но если человек болен той болезнью, которая он не ожидает, то есть не надеется на то, что он излечится, он постоянно принимает лекарства, либо же постоянно находится в больнице и тому подобное, то с этого человека снимается ответственность за пост и такому человеку следует за каждый день кормить одного бедника. За каждый день. И Аллах, субханна Тааля, говорит в Коране, поистине Аллах не желает для вас затруднений, а желает для вас облегчения. И поэтому пост, если он предписан верующим, то он не для того, чтобы усложнить их жизнь, а для того, чтобы наоборот облегчить. в последнее время часто слышу, иногда, может быть, в последнее время даже меньше начал слышать, люди говорят, что буду поститься в начале три дня, в середине месяца Рамадан три дня и в конце, и что Аллах засчитает им как за целый месяц. Так ли, можно ли так поститься? На самом деле, ни Коран, ни сунна пророка Мухаммада не указывает на это. Это раньше делали и сейчас делают для детей. Дети, которые, например, с 7 лет, которые хотят приучить, то им дают поститься три дня в начале, три дня в середине, три дня в конце, для того, чтобы дети также поучаствовали с родителями в посте и постились этот месяц. Чтобы, во-первых, чтобы дети привыкли и, во-вторых, чтобы дети почувствовали, что они вместе с родителями постятся вместе. В всей семье, да? Да. Но это не относится ко взрослым. Взрослые, для них предписан пост на протяжении всего месяца. За исключением, которое Аллах упомянул в Коране. Это путник, либо же человек не постится по причине болезни, либо же не постится по причине своей старости. По причине своей старости, если он достиг того возраста, когда он уже по причине своей старости не в состоянии поститься. Либо он очень слаб, либо же он также постоянно принимает лекарства. Есть такие отговорки, что человек курит, не может бросить, поэтому тяжело ему на протяжении дня. Как бы может не есть, но не курить не может. В этом случае как бы? Смотрите, в первую очередь человек должен понять, почему он постится. для чего он постится. Не просто отказывает еду. ради чего он постится. Он должен настроить себя на то, что он постится не для того, чтобы просто это полезно для здоровья. Нет. Потому что Аллах, Субхану Ата'аля, Который является создателем тебя непосредственно, Он тебе это повелел в Коране. Во-вторых, в хадисе посланник Аллаха, говорит, что Всевышний Аллах сказал, все дела человека, которые он совершает для него, и награды этих дел известны. От 10 до 700 наград. То есть человек совершает одно благое деяние, известно, иншал Аллах, за это деяние он получит 10 наград, либо 15, либо 20, но она не превышает 700. Кроме поста, Аллах, Субхану Ата'аля, говорит, я беру на себя ответственность вознаградить этого человека, ведь он оставил питье, оставил еду, оставил свою страсть, то есть желание к своей супруге, ради меня, Аллах говорит. Если он оставил ради меня, то я его вознагражу за это. Если Аллах, Субхану Ата'аля, самый богатый, самый щедрый, самый милостливый, милосердный, обещает человеку награду, может ли это быть награда маленькой? Конечно же нет. Без сомнения, что Аллах, Субхану Ата'аля, даст благо и награду человеку в этом мире уже. И когда он вернется к Аллаху, увидит награду в будущем мире. Порой мы делаем какие-то обряды поклонения автоматически. Иногда даже не задумываемся о награде, которая есть, но Аллах нам уже показывает ее в этом мире. Аллах от чего-то уберегает, Аллах человека от чего-то спасает. По причине этих деяний, но человек этого не замечает. И поэтому, если человек оставит свою ту сигарету, которую он курит, которую он себя, к сожалению, убивает, если он оставит ее ради Аллаха, так же, как он оставляет еду, питье, то без сомнения награду у Аллаха, Субхану Ата'аля, он получит огромную. На это он должен настраиваться, и это должно его стимулировать и побеждать. Если человек преднамеренно пропустил несколько дней, не захотел, может быть, проспал, решил, что не держать, в этом случае как он должен компенсировать, можно ли компенсировать вообще эти пропущенные дни? На самом деле человек должен подходить к этому вопросу, во-первых, очень осознанно и очень серьезно. Это не относится к такому роду поклонений, как, например, Сунна, если человек получил награду, а если оставил, то не получил грех за это. Он должен знать, что за каждый пропущенный день, который он пропустил Рамадан преднамеренно, за каждый день он получает грех. Некоторые из ученых исламских богословов говорят, он должен возместить. Некоторые из них говорят, Аллах не примет от него, даже если он возместит, потому что он намеренно, преднамеренно оставил этот пост, не имея оправдания для того, чтобы не поститься. Но если даже человек пропустил, то, иншаллах, пусть возместит эти упущенные дни и не повторяет этого вновь. А если человек, вы до этого сказали, подробнее расскажите, если человек болеет, в этом случае, вы сказали, нужно компенсировать, каким образом, в случае болезни, если излечимая болезнь, каким образом, кормить кого-то, возможно, еще что-то. Нет, если человек, например, пропустил три дня по причине болезни, либо же, например, женщина, период менструального цикла, ей запрещается поститься, и эти дни она возмещает, после Рамадана, возмещает постом. За каждый день она просто постится без кормления бедняков. Если человек по своей халатности не отпустился, не возместил посты до начала следующего месяца Рамадана, тогда он должен и отпуститься, и за каждый день накормить бедника. А какое вознаграждение предусмотрено? Потому что есть пост делится на 10 дней, делят каждые 10 дней, первые 10 дней, вторые, третьи 10 дней. Что предусмотрено, что Аллах обещает постящемуся? Пророк Мухаммад, сусалям, говорит в хадисе, первые 10 дней – это милость Аллаха, вторые 10 дней – это прощение Аллаха, и последние 10 дней – это освобождение от огня. Это говорит о том, что на самом деле весь месяц Рамадан – это месяц прощения. Каждый человек, он грешен, каждый абсолютно. Пророк Мухаммад, сусалям, в хадисе говорит, Все сыны Адама, все люди, они ошибаются, то есть совершают грехи. Нет людей, которые бы не совершали грехи. Но лучший из них тот, это тот, который кается, и тот, кто раскаивается в своих грехах. И вот месяц Рамадан – это шанс и возможность для человека заработать милость Аллаха, заработать его прощение и освобождение от огня. Пророк Мухаммад, сусалям, в хадисе говорит, когда наступает месяц Рамадан, все врата ада закрываются. Шайтаны, они заковываются в цепи. И открываются все врата рая. И Глашатай кричит и говорит, о желающий совершить зло, остановись. О желающий совершить благо, спеши. Это говорит о том, что эти действия, закрытие врат ада и открытие врата рая указывают на то, что Всевышний Аллах желает того, чтобы люди… Можно телефонный звонок сейчас примем, продолжим. Алло, мы вас слушаем, говорите. Алло. Оборвался, да, продолжим, извините. Это говорит о том, что Всевышний Аллах желает, чтобы люди в этот месяц оставили свои грехи, оставили плохие поступки и спешили к прощению Аллаха. Как человек может заработать прощение Аллаха? Рок Мухаммад, сусалям, научил. Это постмесяц Рамадан. Это выполнение намазов. Это кормление, накормить постящихся. Это садака. Видов поклонений очень много. Часто люди считают, что поклонение – это просто читание намаза в мечети. Или проведение каких-то обрядов поклонения, дуа или еще что-то. Но на самом деле понятие поклонения, оно более обширное. Это все слова и все дела, которые любит Аллах и которыми он доволен. Прегамбер Мухаммад, сусалям, сказал, что иман, вера человека делится на 70 с лишним степеней. Самое наивысшее – это слова «Ла Иллах, Иллах». И самое наивысшее – убрать преграду с дороги. То есть, если даже человек идет по дороге и увидел какую-то преграду, разбитое стекло, железо, колючки, которые могут навредить человеку, проходя это, если он уберет это, желая получить награду, то есть делает это ради Аллаха – это поклонение. Человек относится хорошо к своему соседу, поступает с ним хорошо, говорит ему благое – это является поклонением. Но есть поклонения, которыми Аллах обязал человека, являются обязательными. И есть поклонения, которым Аллах побудил. И вот к обязательным относятся – это пятикратный намаз, это пост месяц Рамадан, это свидетельство, это зикат и это хадж. Один из смыслов поста заключается в том, что человек оставил свою еду, питье, свое желание не просто так. Во-первых, в первую очередь он получает у Аллаха награду. Во-вторых, для того, чтобы Аллах, посмотрите, если мы посмотрим на мудрость всех поклонений намаза. Когда приходят в мечеть, все становятся в один ряд. Не важно, бедный, богатый. Перед Аллахом все равны. Когда человек выплачивает закат, не важно, сколько бы у тебя ни было денег, ты выплачиваешь закат, забираешь из своего имущества и помогаешь бедным, для того, чтобы был баланс в обществе. Человек едет на хадж. Какой бы он богатый ни был, он одевает ровно точно такую же одежду, такого же цвета, как одевает бедняк. И пост месяц Рамадан абсолютно все постятся. Как бедный, так и богатый. И вот одна из мудростей поста заключается в том, чтобы богатый, он понял милость Аллаха к нему, и для того, чтобы он проявил сострадание в месяц Рамадан и после месяца Рамадана к бедным. Потому что человек, когда у него есть, например, есть возможность поесть что угодно, порой он ест это, пьет это, он как будто бы просто забивает бочку, даже не чувствуя иногда порой сладости этого, вкус этого. Как будто бы так и надо. Но в месяц Рамадан он каждый, каждому продукту, либо же каждой вещи чувствует цену. Воду, он когда пьет, он чувствует эту милость. И самое главное, он вспоминает, в каком состоянии находятся бедные, когда у них нет еды. Что они ощущают, в каком положении они находятся. И это побуждает его к тому, чтобы он всегда потом помогал бедным, чтобы они не ощущали голода, не чувствовали голода. И это побуждает его к благодарности Аллаху за ту милость, которую Аллах ему дал. И поэтому есть такое выражение в арабском языке. Милость познается только тогда, когда человек ее потеряет. Порой у человека есть милость, которую Аллах дал ему. Например, он видит, он слышит. И человек воспринимает это порой как будто так и надо, как должное. Но только ему стоит это потерять, он тут же осознает, какую милость Аллах ему оказывал. Так же и в еде. Порой человек ест и делает исраф, ростовщичество, выбрасывает еду. Не доедает. Не доедает ее. Выбирает в виде, капризный в виде. Но когда Аллах, Субхану Аллаху, забирает у него, он осознает, Субхану Аллах, как он ошибался. Он иногда говорит, даже во время поста, он говорит, я бы отдал много за стакан воды. Сегодня, когда нет поста, человек может пить сколько угодно и порой даже не чувствует цены этой воды. Но цену начинает он чувствовать тогда, когда он ощущает голод. И Аллах, Субхану Аллах, предписал пост также для того, чтобы богатый понял бедного. Для того, чтобы богатый также проявлял терпение, также проявлял благодарность Аллах. И бедный, когда ему трудно, проявлял терпение к тому, что Аллах, Субхану Аллах, ему предписал. Сурмонаджо, времени мало. Давайте пройдемся по этапам. Вот завтра начинается уроза. Что я должен сделать? Какое у меня должно быть намерение? И какие слова, какое дуа должен прочитать? И каждый ли день я должен читать, или один раз в месяц хватает? Смотрите, мы, иншаллах, еще много будем говорить о посте, но что необходимо в первую очередь знать? В первую очередь человек должен настроить себя, сегодня себя уже морально к тому, что приближается пост. Он должен говорить это близким, детям, в семье для того, чтобы каждый настроился к посту. И человек в ночь поста должен сделать намерение. Намерение делается сердцем, словами не говорится, потому что Аллах знает, что у человека есть в сердце. Человек намеревается поститься весь месяц. Он может обновлять намерение каждую ночь. То есть приходит время ифтара, говорит, себе в душе, говорит, иншаллах, я завтра буду еще поститься. Может взять намерение на весь месяц. Также человек должен просить Аллаха, Субхану Аллаху, чтобы Аллах ему облегчил этот пост. Чтобы Аллах дал ему возможности поститься должным образом и выстаивать намаз должным образом. Потому что Пророк Сауссалям в хадисе говорит, «Мансама, Рамадан, иману, ахтисабан, уфираляхума, тякаддамамиминзамби». Тот, кто постился в месяц Рамадан, с надеждой и с упованием на Аллаха, надеждой на его награду, исследуя его повеление, то Аллах простит ему предыдущие его грехи. Также человек должен стараться кушать утром на темчит, на суху, потому что в этом барак. И должен разговляться желательно финиками, либо же водой, есть, что пожелает, но не переусердствует, чтобы не навредить своему здоровью. Что запрещается делать в световое время дня во время поста? Во время поста запрещается употреблять пищу, употреблять воду, пить воду, приближаться, то есть совокупляться с супругой. Это является запретным. Также употреблять лекарства, что бы ни было, что попадает непосредственно в желудок. Использование, например, часто люди спрашивают, использование, например, капли в глаз, либо же использование спреев, например, нарушает ли пост, либо же уколы. Использование спреев и капли в глаз не нарушает пост. Также уколы, которые не несут в себе питательные свойства, они не нарушают пост. Например, обезболивающие. Не нарушает. Если укол несет в себе глюкозу, которая питает организм человека, то это нарушает пост, и такие уколы являются запретными. Некоторые, чтобы пост легче проходил, целыми днями спят. Можно ли так себя вести, или же нужно вести обычный образ жизни? На самом деле месяц Рамадан это месяц плодов, собирания плодов, можно сказать. И поэтому человек должен высыпаться ровно столько, чтобы ему хватило набраться сил, выстаивать намазы, поститься в месяц Рамадан. Но не проводить это все время в спячке, для того, чтобы полегче чувствоваться. Он должен много времени уделять чтению Курана, потому что этот месяц также называют месяцем Курана. Стараться посещать мечети, тарових намаз. Именно месяц Рамадан, он не должен быть похож на предыдущий месяц. Пророк Саусалим сказал, горе тому, кто застал месяц Рамадана, ему не было прощено. То есть месяц Рамадан это такой месяц, в котором каждый человек может заработать прощение Аллаха. Чтобы Аллах простил его и освободил от грехов. Но человек, который застал месяц Рамадан, и месяц Рамадан вышел, и ему не было прощено, это означает, что этот человек абсолютно ничего не делал. И Пророк Саусалим говорит, горе такому человеку. И поэтому месяц Рамадан, он не должен быть похож на предыдущий месяц. Человек должен стараться настроить свою работу, возможно взять отпуск, возможно сократить рабочий день. Для того, чтобы у него время было, как и для работы, так же и для намазов, и для поклонений. Если постящийся непреднамеренно что-то съел, выпил, в этом случае он может ли пост продолжить? Что нужно сделать? Да. Человек, который во время поста по забывчивости съел, либо выпил, это не нарушает пост. Более того, Пророк Мухаммад Саусалим в хадисе говорит, тот, кто поел, либо выпил по забывчивости, то его накормил Аллах. И это не нарушает пост. И поэтому забывчивость не нарушает пост. А есть ли предпочтение в еде, например, во время сухора или же во время ифтара? Предпочтением является любая еда халалем, которая является дозволенной. Единственное, Пророк Мухаммад Саусалим сказал, в утреннем приеме пищи есть барака. Человек, даже который проснулся, если он ничего не желает, он должен хотя бы выпить воды. Потому что в этой воде Аллах даст ему барака, даст ему благодати, который сможет ему дать силы. И во время приема ифтара, во время приема, во время разговления, желательно сунны являются разговления финиками, либо же водой. А затем есть пищу, которую он пожелает. Желательно есть понемножку, для того, чтобы не нагружать желудок. Он может есть на протяжении всей ночи, в принципе. Но он должен поесть так, чтобы он мог выстаивать намаз, чтобы не было нагрузки для его желудка. Начинать с жидкого. Это все возвращается к обычаю, либо же к тому, как человек привык питаться. Кто-то питается кашами, кто-то питается, например, мясом, рисом. И поэтому тот, кто кушает мясо и рис, ему сложно сказать, ешь кашу. У вас времени совсем мало. И какое вознаграждение предусмотрено организатору ифтара, человеку, который накормит другого человека? Пророк Мухаммад Саусалим в хадисе сказал, тот, кто накормил постящегося, то ему записывается награда ровно такая, как и постящемуся. И это ни в коем случае не умешает награду постящегося. Если человек желает сделать добро, то пусть накормит постящегося. Даст ему ифтар приготовить еду, пригласить и накормит постящегося. И он получит ровно такую награду, как сам постящийся. Но это не означает, что человек может сказать, я не буду уроза держать, буду кормить тех, кто держит уроза, и мне будет такая же награда. Нет, тебе будет такая же награда, но с тебя не снимается ответственность за обязательства и обязанность за сам пост месяц Рамадана. Когда в этом году начинается уроза, когда уже готовится? Иншаллах, это приблизительно 27 июня, но иншаллах мы объявим более точно, подробнее, иншаллах позже. И зрителям, которые еще не решились держать или не держать, что посоветовали бы, как настроиться им? Я бы посоветовал следующее. Это месяц благословенный. И человек, который в этот месяц настроится на этот, на пост в этот месяц, настроится на благие деяния, то он увидит, как изменится его жизнь. Самое главное, он получит награду от Всевышнего Аллаха и почувствует счастье в этом мире, прежде чем, иншаллах, встретиться с Аллахом. И поэтому человек, человек не должна отвлекать от Аллаха абсолютно ничего. Аллах в Коране говорит, «Я юга лазина аману, ла тульхикум амваликум, ла аулядикум азикриллах». Вот те, которые уверовали, пусть вас не отвлекает от Аллаха, от поминания Аллаха, ни ваши дети, ни ваши имущества. Представьте себе, что вы встретили сейчас с Аллахом. Что-то может вас отвлечь. Работа, занятость, лень или еще что-то. Ничто. Человек не сможет даже убрать свой взор от Аллаха. Не говоря уже о том, если он придет к Аллаху без деяний. Этот мир, это мир возможности заработать много деяний. Потому что, когда человек умирает, он с собой абсолютно ничего не забирает. Ни деньги, ни имущество, ни скот, ничего не забирает, а забирает свои благие деяний. И пусть лучше будет то, что человек с собой заберет, это намазы и посты. Чок Саумас, это была программа «Истикламед направления. Правильно, вектор». Мы с главой Совета Улема Сулейманом Хайрулаем говорили про пост ОРАЗА, как к нему подготовиться и как правильно поститься. Чок Саумас, оставайтесь с АТР, не переключайтесь. Увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok